Аслан Балкасынов Аслан Балкасынов Аслан Балкасынов Аслан Балкасынов Аслан Балкасынов сослужиться своими, всегда контактируем с тем пожилых людей. 8 марта, перед Новым годом. На УРУ есть, да, все эти праздники? Да, на УРУ. Постоянно мы юрту ставим возле центрального стадиона. Матерями каждый год 8 марта мы обязательно поздравляем к 8 марте. Почему? Потому что иногда нам больно матерям, конечно, прийти, потому что могли бы его сыновья поздравить, но раз наши кровные, которые служили со мной, погибли, мы матери, как они говорят, иногда потерял одного сына, приобрел несколько сыновей, потому что мы постоянно контактируем. Сегодня даже Миша вместе пошли, поздравили подарки, сколько могли. Сейчас Миша сам расскажет об этом, потому что у нас воин-интернационалист был в Кандагаре. Потом он сейчас является директором ресторана «Достык», поэтому он, как бы говоря, со своей стороны, со своей организацией поздравил наших матерей. Свой вклад вносит тоже, да? Да, свой вклад вносит. Но вообще, насколько я знаю, все воины-интернационалисты, они достаточно отзывчивые, и на любую просьбу стариков, оставшихся без своих сыновей, всегда реагируют. Это мы знаем уже, какой год ездим, снимаем, видим своими глазами. Где-то водопроводы, где-то что-то, что-то случилось, крыша протекла. В любом случае, вы всегда на подхвате, всегда готовы и рады помочь. Мне кажется, матери, отцы, они, конечно, рады той встречи с вами, несмотря на то, что потеряли своих детей, кто-то единственных сыновей, допустим, да? Но, тем не менее, это, наверное, вот та такая ниточка, они, наверное, общаясь с вами, как будто вот общаются именно со своими сыновьями. Это действительно очень трогательно. И расскажите, Мушек, поделитесь вашими впечатлениями, вот как для вас это все в очередной раз переживать, встреч с теми же матерями, с теми же родными, погибшими. Наверняка, какие-то воспоминания возникают и у вас о той войне в эти моменты. Воспоминания очень большое. Это такое воспоминание, что это никогда не забывается. Это всегда вот остается в голове, такой же, как участника Великой Отечественной войны, их уже по 90 лет, их ночью разбуди, любой момент, любая секунда расскажет, что, как их было там. Также здесь воспоминания никогда это останется в наших сердцах. Мы потеряли, действительно потеряли наших друзей там. Это матери, сейчас, которые там есть, мы ходим там, свой вклад внесем, это до того такое, мельчное. До того это ничего не стоит. Это совсем крохи, да, мало по сравнению с тем, что ты сделала. Она потеряла сына, самого родного человека потеряла. И каждый из нас, каждый из нас афганцев, каждый человек думает, который там служил, и всегда это сам для себя думает, мог бы я стать вместо него, оказаться вместо него. Это любой момент мог бы. Ну, кому-то повезло, кому-то нам скажем, что мы вернулись к нашим матерям. Но сейчас этой бедной матери что им делать? Остаться только, чтобы ждать нас, тех ребят, которые с ним служили, которые даже не с ним служили, в этой афганской войне поучаствовали, приходить, пообщаться, это внимание. Это буквально, это ничего не стоит. Для нас наше время, которое мы работаем, зарабатываем, и прийти, вот этот, посидеть, поговорить, пообщаться, один гвозд взять, забить в стенку, для него это радостно. Она успокаивается, она там, как бы, не так сильно будет, не ярничает. Она уже один момент, один миг, не одиноко уже, не одиноко будет себя чувствовать. И мы, афганцы, всегда стараемся это делать. И всегда нужно делать. Я сам призывался из Армении в Афганистане, но я потом здесь на учет и встал, вот Аслан, там, и в эту обшину я вошел, и любое, любое, что нужно делать для обшины, я председателю Аслана сказал, что надо в моих силах, я всегда готов делать, потому что мы афганцы. Я знаю, что всегда вы с готовностью, поэтому еще раз это подчеркиваю. Спасибо вам, что вы эту вахту как бы несете здесь. Помимо вас, вот тем же старикам оставшимся, тем же воинам-афганцам, кто оказывает какую помощь, какие сейчас есть льготы, чем могут воспользоваться вдовы, матери и сами воины-афганцы? Ну, сейчас вы сами знаете, с 13-го года у нас до этого было все коммунальных услуг, мои освобождения были, а потом уже с 13-го года у нас пошло отопительный сезон 3,5 тысячи. Изюмичные платили, потом перед 9 мая 50 тысяч. Возвращалось вам на счет или нет? Да, 50 тысяч оплачивали нам. И изюмичные отопительные сезоны 3,5 тысячи. Ну, сделали систему такую, что вы свои деньги вносили в качестве оплаты, да, потом вам государство возмещало это единовременно? Или нет? 3,5 тысячи они нам коммунальные нам платят отопительный сезон. А, вот. Нам платят. Потом еще дополнительно 50 тысяч перед 9 мая нам платят. А матерям погибшим им платят 30 тысяч перед 9 мая. И отопительный сезон 3,5 тысячи. А если вдовам, которые после войны им один раз в год только 10 тысяч перед 9 мая платят в Актюбинске. Это вот все пособия, которые, все льготы в этом заключаются? Не, почему? Например, мы транспортные налоги один машина нам бесплатно. Потом на Тарусах у нас тоже оплата бесплатная. Потом еще вот это ЦОН есть же? Центр обслуживания. Центр обслуживания. Там тоже бесплатно. Услуги бесплатные? Услуги бесплатные. Что касается здравоохранения, медицинского обслуживания? Потому что бабульки, старенькие, дедульки, старенькие, самые афганцы уже наполовину все. Здесь очень тяжелый вопрос. Почему? Недавно мы в Гумер-Галиевом месте ходили, нас принимал представитель президентского аппарата и там мы затронули вот этот вопрос. Почему? Потому что наш Ардагир, поликлиника Ардагир, они передали первую поликлинику. А потом вот эта приватизация пошла же, она приватизация еще кому-то вроде бы отдают. Мы, конечно, воины-интернационалисты, еще Чернопольцы, еще Семи-Палатуси. Также афганская граница тоже. Ветераны труда, ветераны тыла, они где останутся? А вот это, кто купил, он завтра тендер выиграет, он будет лечить нас. А если не выиграет, мы все, за бортом останемся? Ну, это сложный вопрос. Действительно, это очень серьезный. Мы вот это прямо сказали представители президентских аппаратов, прямо сказали, помогите нам. И так льготы там на шатках в каждом областях разные. Просто нам оставить вот это лечение. Хотя почему? Потому что уже мы не молодые. Например, самый молодой афганцем 45 лет. Вот которые в Афгане получили контузии, есть инвалиды. Они куда пойдут? До этого лечились в Великой Отечественной войне. Сейчас они меньше и меньше становятся. Мы приемниками сзади кто идут? Войны афганцы. Потом Чернополь. У них же поколение поколению идет вот эта радиация. Они хозяйшие больные. Им трудно. А куда они пойдут? Семипалатницы. Сколько ядерные испытания делалось там, когда они служили. Ну, достаточно много людей, которые нуждаются в этой клинике. Поэтому мы хотели бы, чтобы Акиматобусы внимательно посмотрели на этот вопрос и оставили нам поликлинику Вардагер. Вот сейчас в этот момент где обслуживаются войны? Сейчас мы в Вардагере. До сих пор в Вардагере. Пока еще остается. В Вардагере ходим, в Вардагере обслуживаемся. Как дела обстоят в районах области? Что там происходит? Кто занимается интернациональством? У нас областно-общественное объединение, в каждом районе есть у нас филиалы. Там есть свои председатели в каждом районе. Вот, например, там тоже есть инвалиды свои, матери погибших. Председатель каждого района занимается матерями и инвалидами. Вот, например, мать Трудая в Мартовском районе Ивашенко Анатолий, он занимается, его заместитель занимается, например. Если какие-то гордые дела, они отправляют мне, здесь я уже вопросы стараюсь по возможности решить. Вот, например, на квартиру ставить, как мать погибшего. Вот такие вопросы мы в активном скрыт. А там на местах уже... Да. Извиняюсь, жилищный вопрос, он по-прежнему остается актуальным для воинов. Жилищный вопрос это надо сказать прямо. Спасибо Акимату области, спасибо городскому Акимату. Почему? Потому что жилищный вопрос решается очень хорошо, можем сказать. Даже в прошлом году 25 квартир наши ребята получили. Даже вот начало года уже 5 ребят получили наши. Ну, это радует. Это очень радует. Поэтому можем ей спасибо сказать. Скажите, пожалуйста, вы называетесь воинами-интернационалистами. Вот сейчас очень актуальна тема, конечно, мира, согласия, мира войны. Все это мы видим, наблюдаем в странах бывшего СНГ, а также зарубежья. Что творится в мире? И вот сейчас ваши мысли, что бы вы могли сказать нашим телезрителям, насколько это ужасно, и как предотвратить такие вот события печальные, дай бог, чтобы их у нас не было и не коснулось. Я знаю, что воины-афганцы не очень любят говорить о военных событиях и что-то в подробностях рассказывать. Наверное, это не все бы понимали, но сейчас, наверное, уже есть люди, которые готовы это услышать и, может быть, эту самую правду о войне. Мушак, Вы знаете, всегда надо, чтобы был мир. Когда мир всегда хорошо. Когда война, знаете, война, не простые колхозники виноваты, взяли там лопаты, взяли там выли и пошли воевать с кем-то. Нет. Когда война, виноват, кто виноват? Сверху виноваты. Люди, которые, да. Это вопрос политический, Ну, конечно, политический. И простые люди здесь страдают. Вот, смотрите, возьмем украинская война. Кому это нужно? Все молимся Бога, чтобы скорее прекратилась вот эта война, концы-то концов. Погибают дети, погибают старики, погибают люди погибают. Когда война, когда люди погибают, это уже плохо. Ну, на сегодняшний день скажу, вот, что спасибо, что мы живем в Казахстане, что у нас вот такого нету. Спасибо нашей главы государства, конечно. И от войны еще простой народ никто ничего не выигрывал. Еще не было такое, что простой народ поднялся и сказал, вот я выиграл от войны что-то. От войны все, всегда проигрыш. Всегда, когда погибают люди, значит плохо, значит проиграли люди. И надо, чтобы всегда был мир, чтобы на мирной земле люди жили дружно, в согласии. К слову, вопрос, вы общаетесь с представителями бывших советских республик, той же Украины, там, я не знаю, Молдовы, Белоруссии, Азербайджан, которые ведь раньше со всего союза призывались на афганскую войну. С этими ребятами связь поддерживаете? Я поддерживаю связь из армянских наших, моих друзей. Я из Армении призывался, у меня очень много друзей там. Я очень много друзей там и потерял, армян тоже, которые там погибли. И с ними всегда я связь поддерживаю, с их родственниками, которые погибшие, связь поддерживаю. Буквально недавно мне звонили, тоже там как бы по интернету нашли друг друга, погибшего близкого, самого друга. Ну, кое-что он спросил мне, кое-что я ответил ему там. Связь надо всегда поддерживать, связь потерять нельзя. Из, ну, часто езжу я в Россию, езжу часто, из российских друзей тоже там встречаемся, говорим. Понимаете, община, когда она община, куда не приезжаешь, сразу ищешь свое. В какой бы город ты приехал, из своих ищешь. Вот как бы афганцев найти? Конечно. Если вы находите афганские общины, общины находятся, не могут они сказать, что ты не приходи, ты наша. И в любом городе, хоть это будет Украина, хоть это будет Казахстан, хоть это будет Россия, Армения, в любом месте ты приезжаешь, они тебе тепло принимают. Ну вот близкие, это близко. Да, вот, например, Оренбург, мы постоянно общаемся. Соль, Леск, Новотройск. Вот, например, они приглашают, вот в эту лету, они нас с Акиматом вместе пригласили, для дружбы играли в футбол. Ну я знаю, что и они сюда приезжают, россияне, и вы туда ездите. Я к чему говорю, к чему веду, то, что в любой стране сейчас, спроси любого воина-афганца, он скажет, первое и самое главное, за что нужно бороться, это мир и не допустить войны. Поэтому в этот весенний месяц, конечно, хотелось бы всем пожелать жить нам в мире, согласии, в радости, радоваться, обновлению природы. Ну и, конечно же, дай Бог, чтобы у нас все было хорошо. Большое спасибо вам за эфир. Еще раз напомню телезрителям, что с вами были сегодня Аслан Балкасынов, председатель общественного объединения воинов-интернационалистов афганской войны, а также Мушек Абрамян, воин-интернационалистов. Поздравить женщинам. До свидания. Два слова, буквально. Буквально поздравляю всех женщин города Актюбе и приглашаю в ресторан Достык 8 числа. Вместе отмечать 8 марта праздновать. Спасибо большое. До свидания. Всего доброго. Спасибо.